Господь Просвещение Мое И спаситель Мой А Богу Мой Уссс Мой Мой Вышел в интернете Я исследователь И мне Интересно всегда узнавать что-то новое А когда ты узнал что-то новое То этим интересно делиться с другими Потому что я не только исследователь Я еще и педагог А так как я священник Мне это все интересно осмысливать В русле христианской традиции Вглядом православного человека Православного священника Так появилась книжка Господь нам говорит Где сердце ваше Там и будут все ваши труды Поэтому любой труд Начинается с любви Если ты любишь город в котором ты живешь Ты хочешь его знать Если ты вдруг обнаруживаешь что Ты не знаешь свой город Тебе хочется восполнить это незнание Знаниями И от этих знаний любовь только приумножается И ты когда ты уже изучил Историю той или иной улицы И знаешь почему она так называется Какова была непростая Порой даже трагическая судьба Самой улицы зданий И людей которые жили на ней Ты начинаешь лучше и глубже понимать свой город И ты идешь уже по нему Чуть иначе Нежели ты шел бы по нему раньше То есть город становится другим Книга изначально была задумана как путеводитель То есть и формат книги небольшой И само ее исполнение И иллюстрации которые сопровождают эти публикации И порядок изложения материала Они специально созданы таким образом Чтобы человек взяв книгу в руки Мог прогуляться по родному городу Главная улица в городе была Московская Которая проходила по вершине Главного городского холма От реки к театральной площади современной Улицы к северу от Московской Это значит до Луковицкой профсоюзной Это первая глава Улицы к югу от Московской То есть до Семеновской Воровского Это вторая глава И третья глава от реки До Октябрьского проспекта Бывшей Гласисной То есть открывая книгу Вместе с автором Читатель может путешествовать по городу И открывать для себя те улицы По которым он ежедневно ходит На работу с работы Отводит ребенка в детский сад Вот у меня допустим Дети ходили в детский сад На улице Степана Халтурина Сейчас она Пятницкая И меня заинтересовал тот факт Что каждый год Когда они катались на ледянках с горы Они оказывается катались С остатков земляного вала Конца 17 века То есть вот эта горка Неприметная во дворе Она оказалась рукотворной И создана была жителями хлынами В середине 17 века В 1663-67 годах Соответственно встал вопрос А где этот вал заканчивался А где он проходил А зачем здесь вал А почему он От кого защищались То есть масса вопросов Рождаются именно тогда Когда ты Соприкасаешься с конкретным Объектом Вот как с этой горкой ледяной Мы сейчас завершаем подготовку К изданию книги Александра Балыбердина Загадки Вятских улиц Это многолетний труд Отца Александра Несколько раз Материал Переделывался Дописывался Изменялся Мы тщательно Подбирали Визуальный ряд Иллюстративный материал Чтобы Рассказ был Не только Интересным Но и наглядным Издательство Подобрало Уникальные фотографии Многие из которых Никто никогда не видел Это фотографии из частной коллекции Которые тоже стоит посмотреть Издательство Продумало Вот само внутреннее Расположение книги Все эти ссылки Которые внутри книги есть Которые позволяют Читая историю Одной улицы Параллельно Отсылаться К истории Других улиц Которые с ней связаны Поэтому И Евгению Михайловичу Дрогову И редактору И художественному редактору И тем кто работал Над макетом Я могу лишь Выразить самую глубокую Признательность Уважение И надежду на то Что это не последняя Наша книга Которую мы делаем вместе Конечно мы все волновались Волновался автор Волновалось издательство Волновалась библиотека Потому что Мы очень не хотели Чтобы этот Добрый Заинтересованный И профессиональный разговор Вдруг кто-то бы Попробовал развернуть В такой политический митинг За или против Переименования Города или улиц И я очень рад Что так не произошло Я очень рад Что все кто Пришел И все кто Выступал Все говорили о книге Все говорили об истории И о политике не было сказано ни слова Я очень этому рад Семь лет Собирается чтение Малые Семь лет И мы сегодня можем Свидетельствовать о том Что то что Было в самом начале Задумано Оно получило жизнь И вот в этом году Мы рискнули Дать название Седьмым малым Трифоновским чтением Истоки Научно-исследовательская Деятельность школьников В контексте современной науки То есть конечно Задумка очень серьезная И наверное На первый год Мы может быть Так-то и не справимся Но планку важно поднять В чем смысл Этого Этой темы Смысл заключается в том Что Вот дети Начинают заниматься Исследовательской работой И очень важно Чтобы это было Начало Которое Может привести Их К очень серьезным Результатам в будущем И я думаю Что всегда Нам будет интересно Встречаться здесь Обмениваться Друг с другом Опытом Детям будет интересно Знакомиться друг с другом Слушать Доклады И судьи И чужие Болеть друг за друга И дай Бог Чтобы Это привело к тому Чтобы в ваших Юных головах Созревали Новые Темы Появлялись Новые идеи И вы Каждый год Вновь и вновь Приходили сюда С радостью На наши Малые Трифоновские чтения Я хотела бы вам представить Сегодня Тему Моей исследовательской Работы Благодать Невидимо коснулась Нашего сердца Когда в классе Я впервые услышала Слова Пастырь Так сливает жизнь Свою жизнью паству Что все недостатки Все грехи Их считает Своими собственными Как доказывающая Недостаточная его ревность Если честно Я была буквально Потрясена Потому что Практически Ничего не зная Об авторе этих слов Я ощутила Всю его боль И тревогу за людей Рукопись проповеди Неизвестного мне Отца Никанора Заставила меня Задуматься Над многими вопросами Которые Раньше попросту Не могли возникнуть На моем сознании Ну во-первых У меня Возникло желание Расширить область Своего собственного Познания И обратить свой взор В сторону Совершенно Неизвестной мне Духовной среды Во-вторых В проповеди В ее горячих словах За саном священнослужителя Я Увидела Обычного человека Который Страдает Мучается Переживает За своих прихожан И критически И требовательно Относится К самому себе В-третьих Понимая Что история человечества Складывается Из истории Конкретных людей С конкретной судьбой Я сформулировала Для себя Целый ряд Вопросов На которые я Попыталась ответить Своей исследовательской работой Тема моей Исследовательской работы Судьбы Ленинградских Детей Ирогурные В годы Великой Отечественной войны В Кировскую область Я выбрала эту тему Потому что меня волнует История Вятской земли В том числе Во время Великой Отечественной войны В год 70-летия Так и В последующие годы Эта тема будет Актуальной Популярной Потому что Она Не знаю Прошлого У нас не будет будущего И эта тема Содержит большой потенциал Для воспитания Чувства патриотизма И гордости А еще Мне стало интересно Как сложились Судьбы Ленинградских детей Ирогурных В Кировскую область Уехали они домой Или остались В Кировскую область И кем они стали Постановка данной проблемы И обусловила Выбор темы Исследования Исследования Я рассказала И моим одноклассникам И учащимся Других классов И учителям В том числе О моем исследовании Сегодня мы подводим итоги Ежегодного Международного Конкурса Детского творчества Красота Божьего мира Конкурс Я включаю два этапа Областной Или епархиальный И всероссийский Областной этап Мы традиционно подводим В рамках трифоновских Образовательных чтений А вот Всероссийский Будет подводиться в Москве В рамках международных Рождественских Образовательных чтений Итоги конкурса Нынче мы подводим В областном Дворце творчества Детей и молодежи Мемориал Это наши давние друзья И большое спасибо за то, что нам Оказали помощь и поддержку В подведении итогов данного конкурса В оформлении выставки Я думаю, что для ребят Это мероприятие запомнится надолго Традиционно В конкурсе Мы приглашаем Участвовать не только Воскресную школу Общая образовательная Учрение дополнительного Образования И вот нынче нас ребята Души порадовали Мы разослали положение Конкурсе во все уголки Нашей авиатской епархии Просили отцов-настоятель Чтобы пригласили к участию Детские сады Учрение дополнительного Общая образовательная Школы Вот ребята порадовали Почти 200 работ Было представлено на конкурс Но еще до этого Это далеко не все работы Так как часть работы Осталась в приходах Потому что Были отобраны лучшие работы Мы просили о том, чтобы Конкурс проводился Сначала на приходском этапе И чтобы на приходы Были организованы Выставки Выставки детского творчества Так что у нас после дела Во всех уголках Нашей авиатской епархии Была предоставлена возможность Родителям, педагогам Еще раз познакомиться С красотой Божьего мира Глазами детей Знаете, как Господь сказал Что вот Если быть как дети Не выйти в Царствие Небесное Глазами ребенка заметно то Что порой не замечаем Мы взрослые Я думаю, что каждый рисунок По-своему не повторим Поскольку Глазами дети Отражают красоту Богом созданного мира Мы порой портим его своими грехами А вот здесь Есть тот мир Тот мир, который еще не поврежденный Потому что риска душа Это чистая душа Они знают Песня Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.